Здравствуйте! В эфире программа «Герои нашего времени». Сегодня в гостях на ТВ5 основатель танцевальной академии Алиса Сучевяна. Знакомьтесь, Алина Сучевяна. Родилась 10 декабря 1990 года в городе Владимир в России. В 2012 году окончила факультет международных отношений и политических наук в Государственном университете Молдовы. В 2012 году факультет искусств и хореографии. Там же в 2014 году получила степень магистратура факультета журналистики. Танцевала в ансамбле «Кадрянка» и шоу-балете «Теодор». Жила в городе Атланта в США и на протяжении четырех лет обучала детей танцам. После приехала в Молдову и открыла свою студию, танцоры которой завоевывают призовые места на международных конкурсах. В ближайшее время планируют открыть новые филиалы для детей. Алиса, здравствуйте. Мы рады вас приветствовать с у нас в гостях. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Спасибо, что пригласили. В первую очередь хочу вас поздравить. Вы не так давно вернулись в соревнования. Расскажите о них. Да. Мы только приехали из Италии. Были приглашены на два дня на сборы. И уже два дня было соревнование. Как прошли соревнования? Какие результаты? Очень хорошо. Мы все очень довольны. Я как тренер команды восхищена наших детей. Плюс, когда еще тренера из Италии говорят, что вы на правильном пути и то, что вы делаете, делаете хорошо, то у меня сердце радуется на все сто. Сколько деток участвовали? Было 9 пар. Это на соревнования. На сборах было 22 ребенка. Ну, в общем, получается, что мы только в конкурсе танцевали 9 пар, так как там соло девочек нету. В соревновании были только пары. Я так понимаю, что вашей танцевальной академии всего лишь два года, но уже у вас есть ряд достижений. Как вы считаете, вот за все это время какое ваше главное достижение? Да, нам только два года, и мы за эти два года сделали очень много прорывов вперед. Так как я никогда не сдаюсь, и всегда хочу, чтобы мои дети были первые, и всегда, чтобы у них были новые опыты. Самое большое достижение – это то, что мы были приглашены Тим Диабло в Италии, так как это федерация, сильная, очень сильная федерация. Нас пригласили на вот эти два дня двухдневных сборах, и плюс уже и конкурс в том числе. Для нас это достижение, потому что не каждый второй клуб может там быть. И это для нас очень хорошо, и очень хороший пример, как мы должны воспитывать атлетов и детей. Какие сейчас у вас цели? Ну, на данный момент нас ждет в марте чемпионат мира в Dance Sport Heritage. И мы сейчас, на данный момент, вот хотим уже подготовить спортсменов для соревнований. По крайней мере, это до марта месяца. В студии примерно 100 детей, есть еще за городом, где преподают, там тоже есть где-то 30 детей. Ну, по крайней мере, мне кажется, что у нас хороший, сильный клуб с детками. Как вы считаете, вот почему все-таки вы решили вернуться в Молдову, несмотря на то, что вы работали в Америке, тем не менее, вы решили продвигать и развивать данный вид спорта именно в Молдове? Была такая ситуация, что когда я уехала из Америки, мне как-то, я попробовала работать где-то в другой части и сферы, не в танцах. И потом как-то стало, когда я просматривала там рилсы или пару инстаграмные моменты с детками из Америки, мне как-то стало так чуть-чуть не обидно, но просто как-то захотелось все-таки дальше заниматься тем, что я люблю и то, что у меня получается. В Молдове сложнее? Не сложнее в Молдове. В Молдове то же самое, как и везде. Было сначала тяжело оставлять работу, да, и потом вот идти именно по спортивным баллям и танцами. Но снова, когда видишь, что у тебя есть рост детей, когда ты видишь результат, и тебя уже ничего не останавливает. Даже это или в Молдове, или в Америке это то же самое. Какой опыт удалось перенять в Америке? Самое интересное было в том, что от потока детей, да, были разные национальности. И вот это было интересно там работать с другими национальностями. То же самое с американцами, да, которые не понимают русский, и ты должна объяснять им на английском. Хотя у тебя английский язык не такой уж и развит, но вот это вот был опыт интересный. Или когда приходили там тройняшки, то же самое, ты должна была найти подход к каждому ребенку, ты должна найти вот этот ключ, чтобы он развивался, чтобы ему это нравилось. Но это мне понравилось, потому что если здесь, мне легче работать с разными детками, а того, что у меня вот есть опыт с разными национальностями работать. Как вы считаете, вот все-таки удивлялись, что вот Молдаванка приехала в Америку тренировать на таком уровне? Молдаване всегда хорошие везде, и от этого не было никакого удивления. Я когда приехала в Америку, там, с кем я сотрудничала, была женщина из России. У нее было пару детей, там, не знаю, до 20 детей. Я сказала ей, да, я тебе сделаю хотя бы один урок, ты увидишь, если тебе понравится, то это будет очень хорошо. И она мне сказала, окей, Алиса, без проблем, давай попробуем сотрудничать. И после первого урока она сказала, Алиса, ты в команде. Для меня это было очень радостно, потому что даже если у меня был грин-карт, то свободно я работала, и мы сейчас сотрудничаем. Даже если мы в разных городах, то мы работаем, сотрудничаем вместе. Я через нее попала в Team Diablo, я ей очень благодарна. И поэтому и есть результаты. А вот что касается заработка, там все равно он выше. Не было ли это каким-либо препятствием, открыть студию все-таки в Молдове? Насчет оплаты это понятно, и насчет деньги это все. Там легче, но, снова говорю, когда ты видишь результаты, уже деньги не имеют никакой ценности. Так что мне кажется, что никогда, если ты делаешь это с душой, то это видно. Потому что меня всегда спрашивают, ну как, Алиса, ты строгая, как педагог. Ты хочешь и требуешь от детей много. Как они тебя любят? Я говорю, ну не знаю, наверное, есть какая-то грань между любовью и строгостью. И от этого дети очень сильно тянутся. Даже те, которые, допустим, у меня в команде есть разные тренера, да, даже те, которые не работают со мной, они все равно любят меня. Не знаю, наверное, что-то есть. С какими спортсменами у вас есть сейчас коллаборация? Со спортсменами мы коллаборируем сейчас только с Team Diablo на основании partnership с Оксаной Каноновой. У нее очень хорошие результаты на третьем World Dance Championship. Оксана, да, вместе с ее командой будут дальше ставить детей на дорогу, которые надо достичь на данный момент. Расскажите вообще о своей деятельности. Как вы вообще пришли в эту сферу? Я бывшая танцевщица спортивных бальных танцев, но это было снова до 11 лет. А потом из каких-то ситуаций, которые были на тот момент с тренерами, мы, я оставила и бросила танцы, так как у меня еще были там пару моментов насчет здоровья. Но всегда как-то я была рядышком с танцами, да. Я оставила на пару лет танца, потом где-то танцевала в какой-то шоу-балет. Дальше это была уже Америка, куда я приехала. И говорю, что я начала работать как хостес. Но я сказала так, что мне это не устраивает. И если я не буду танцевать или не буду преподавать, то я тогда вернусь обратно. Ну и вот так сложились карты, что все-таки мне открылись двери, и я начала уже преподавать там. Вот 4 года я преподавала в Америке, в Атланте. Быть хореографом для вас – это все-таки Молдове престижно? Ну да, я говорю, что да. Почему? Потому что мы воспитываем детей красиво. Это нобельский вид действия. Это раз. Во-вторых, все тебя знают. Потому что расти чемпионов – это все-таки успех. Как удается подобрать каждому ребенку какой-то свой ключик, чтобы понять, допустим, какой подход к этому ребенку, какой к этому? Вы знакомы с психологией? Ну, снова, от того, что опыт большой, уже психология не потребуется. Но от того, что мы знаем, как работать с ним или с тем ребенком, то мы уже все это знаем. Есть дети, которые легко поддаются воспитанию именно в спортивные бальные танцы. Есть кто не так уж, но снова, у всех свое время, когда они расцветают. Так что просто надо подождать, надо включаться в процесс и просто терпение. Вы принимаете всех деток или же у вас есть какие-то исключения? Нет. Мы принимаем всех детей с трех лет. Можно и с двух лет, если они хотя бы примерно могут фокусироваться хотя бы на 15-20 минут. У нас нет ограничений по возрасту. Всех желающих, даже любых мы всегда рады и везде. Потому что есть клубы, которые, есть селекция, да, и иногда это неправильно. Потому что, еще один раз объясняю, что каждый человек может танцевать, каждый ребенок может танцевать. Но просто надо подождать момент, когда он раскроется, когда он включится сильно и когда он захочет именно заниматься профессионально. Как правило, вот что помогает раскрыться ребенку? Интересный вопрос, если честно. Что помогает? Ну, не знаю. Для маленьких детей каждый раз мы делаем групповые занятия с взрослыми, чтобы показать, что вот, можно так танцевать. И они от этого, кстати, да, они очень в восторге, что они с взрослыми танцуют. Интересно. Конкурсы очень сильно помогают, потому что тоже я пытаюсь всегда объяснять родителями, что они должны сразу идти на конкурс. Даже если знают они пару шагов, ничего страшного, от каждого конкурса у них будет маленький плюс. Сегодня, допустим, он не плакал на конкурсе, танцевал. Да, может быть, не в музыку. Окей, в следующий раз он будет танцевать в музыку. И так плюсиками из каждого конкурса уже детки по-другому себя ощущают. У них появляется желание идти дальше. Вот это вот очень сильно помогает. На внутренних конкурсах как часто вы участвуете? Очень часто. Это получается раз в месяц у нас в ассоциации есть конкурс. И детки свободно могут идти на конкурс, танцевать в своей категории или на категорию старше. И уже интернациональные конкурсы, куда мы сами добираемся, ищем, где интереснее, где детки могут развиваться, чтобы мы не стояли на месте. На какой международный конкурс вы бы хотели попасть? Ну, понятно, что есть самое главное в Ассоне, в Блэкпуле. Но даже на World Game я думаю, что по-любому кто-то из нашей команды попадет. Так как у нас есть реально хорошие дети, которые увлечены в это, которые живут танцами, которые дышат танцами. И я им горжусь. Как вы считаете, вот насколько вообще, если в процентном соотношении, можно разделить труд, терпение, усердие какое-то и удача в успехе деток? Мне кажется, что по-разному у каждой пары. Но без труда и без уроков, побольше уроков, без терпения, то ничего не получится. Это все-таки время показывает результат. Сразу, да, может быть результат, но потом этот весь результат куда-то уходит не туда. И лучше, чтобы это было все постепенно. Сколько у них на сегодняшний день тренировок? Ну, для топовой пары. Три раза в неделю у них два раза получается один урок латины, один урок стандарт, один урок физическая подготовка. И плюс два или три индивидуально. Бывает ли такое, что, например, на летних каникулах у них уже в два раза больше тренировок, как у многих спортсменов? Да. Наш клуб работает, как я говорю, 24 на 24. И все весь год. Так что мы летом всегда делаем сборы. Мы в прошлое лето были в Болгарии. И тренировались, были сборы с парами из Америки, которые я тренировала. Для меня это было очень вау, когда я после 4 лет встретила их. Да, оставила маленьких детей уже сейчас, взрослые пары. Это было очень интересно, когда говорила детям. Посмотрите, это эти пары, которые были у меня раньше перед открытием клуба. Они все вау, да, супер, есть энтузиазм, тоже появился. Так что сборы мы всегда делаем лето. Вот в этом году мы уже, наверное, сделаем еще побольше сбора, потому что мы не должны останавливаться. Спортивные бальные танцы – это круглогодный труд. Потому что если как-то пара исчезает именно из программы, то это чувствуется. Я сказала так, что если вы хотите результат, если вы хотите, чтобы ваша пара была топовая, то вы должны работать круглый год. Да, я понимаю, что есть, как у всех нормальных людей, каникулы, там, бабушки, дедушки. Но it's ok – это нормально пару дней, но не целое лето. А если говорить о вашей команде, вот у вас сколько хореографов? На данный момент у меня в клубе мы 5 тренеров. Да, 5 тренеров. И вот расскажите об этих тренерах. У меня есть девочка, которая работает с маленькими детками. И именно с начинающими парами, да. Есть уже еще два мальчика, который один занимается балетом и физической подготовкой. Есть мальчик тоже из Украины, который работает. И основная еще одна девочка, которая работает только стандартом. Она тоже из Украины. Есть разница в подготовке хореографа в Украине и у нас, как вы считаете? Я не могу сказать или там сделать какой-то анализ, но могу сказать так, что для моей команды на данный момент у меня самые хорошие тренера. И я этим горжусь, потому что еще один раз я вижу результат. Я вижу, как они ответственно готовятся к работе, как они трепетно к детям обращаются. И для меня это очень-очень так радует и успокаивает, что у меня на данный момент реально хорошая команда, который, даже если я улетаю или у меня есть конкурсы, я могу оставить здесь базу с хорошими тренерами. Бывает ли такое, например, что приходит ребенок, вы направляете его в какую-то команду, в группу к тренеру, и он не хочет заниматься этим тренером, и тогда вы меняете тренера. Или как вы делаете? Да, может быть и такое, потому что дети, они очень впечатлительные сами по себе. И от этого у нас нет никакой проблемы. Нам самое главное, чтобы ребенок оставался в клубе. Уже как мы распределяем это, мы смотрим по тренерам или по часам, кому какой час подходит. Но, в принципе, все, кто попадает в команде или все, кто попадает в наш клуб, то они остаются с нами. На сегодняшний день проходите ли вы какие-либо мастер-классы? Возможно, планируете полететь куда-то? На данный момент, если честно, времени на это нету, потому что я все-таки направлена больше сейчас развивать детей, а не делать мастер-классы кому-то. Мы, да, берем мастер-классы, если мы едем в интернешнл, да, конкурсы или сборы, да. Если мы едем в сборах, то мы там, да, можем брать уроки, частные уроки от топ-пары или там. Ну и здесь мы, да, делаем, но так, для себя, чтобы это не было слишком видно для всех. Как вы считаете, на сегодняшний день, насколько развиты вообще танцы в Молдове? На данный момент танцы, спортивные бальные танцы, они очень сильно развиваются в Кишиневе, даже по всей Молдавии. И это очень хорошо, и это очень правильно, когда ребенок, когда родитель отдает ребенку в спортивные бальные танцы. Спортивные бальные танцы очень развиты в Молдавии и даже во всех странах Европы. Почему? Потому что это очень хороший спорт, очень нобельский спорт, и любой танцор, который взрослый уже танцор, он очень хорош. Даже в свою профессию или даже если делает он другую профессию, он всегда будет хорош, потому что спортивные бальные танцы развивает в ребенке и сила воли, и чтобы он там всего достиг. Но, как правило, этот вид спорта, он все-таки существует благодаря усилиям родителей, по-вашему? Да, потому что, если честно, спортивные бальные танцы – это дорогие, дорогой вид спорта. Это все, наверное, знают, это платье, туфельки, прически и все остальное. Он дорогое, и да, на данный момент родители очень много вкладывают в это. Но снова, если мы говорим про интернациональные пары, то у них есть тоже много бенефитов. Уже это зависит от страны. И поэтому очень хорошо, что есть вот такая возможность, чтобы мы увидели другие страны и другие, чтобы дети смогли, может быть, в будущем смотреть, чтобы они, допустим, даже жили там. Особое внимание всегда, вот как вы, кстати, и отметили, сейчас уделяют костюмам. Вот расскажите, у вас как происходит? У вас родители ищут идеи? Или вы? Или хореограф? Как вы готовитесь к соревнованиям? Так как я главный тренер команды, то всегда последнее слово за меня. Почему? Потому что дети – это мое лицо. Дети должны быть красивые, и я их учу с маленьких лет, чтобы они знали, что они должны быть такими очень стильными, красивыми и по правилам уже танцевального мира. Все костюмы или все даже те же самые цвета мы выбираем вместе, но мое последнее слово по-любому. Почему? Потому что я знаю, как должна выглядеть красивая команда, взрослая, даже если они сейчас маленькие, но я с маленьких лет говорю, что вы должны быть красивыми. Когда вы ходите на паркет, вы должны быть самые-самые изящные. Но вот вы шьете, как правило, на заказ или откуда-то заказываете? Нет, мы шьем на заказ. Есть швея, которая шьет по стандартам, которые надо. И да, мы можем там смотреть на какие-то пары, пару маленьких деталей забирать, но в принципе снова они сейчас все на бейзике, и по крайней мере на данный момент есть стандартные критерии, по которым мы шьем все вот эти вот платья. Но вот там, допустим, за рубежом все-таки требования, они выше, чем у нас? Да, требования выше, чем у нас. И в том числе, и мне нравится, что там очень честные конкурсы в плане судейства, в плане тех же самых костюмов, движений и все остальное. И когда есть правило, то легче работать и просто интереснее так. Когда все перемешано, все можно, то тогда уже неинтересно, потому что ты понимаешь, что твои пары не будут судены так, как надо. Как вы считаете, какая самая сложная проблема, которая у вас была на пути создания академии, либо уже во время развития самой академии, вот как препятствие возможно было, как трудность какая-то временная, вот что для вас было самое сложное? Ну, препятствия нету, потому что я всегда была очень устремленной как человек. Не знаю, для меня это не тяжело, потому что у меня был уже тяжелый случай, это Америка, да. Там я все вот эти уроки, да, выучила там. Я уже здесь пришла очень подготовлена, там, не знаю, к родителям, которые могут быть недовольными, или там каким-то ситуациям в конкурсе, когда ребенок не получает места, да, и вот появляется какой-то маленький конфликт. Там это было труднее, потому что это были первые шаги. Здесь уже у меня был пример уже, да, получается, Америка была для меня примером, как надо создать здесь, в Кишиневе. Да, есть разное мышление родителей. Да, с нашими детками надо так чуть-чуть помягче, более спокойно. Там в Америке по-любому было чуть-чуть так строже. Все знали, что там русский клуб, да, преподают русские тренера. И все были готовы к тому, что там будут требовать. Никто не будет смотреть на тебя и скажет, окей. Если это for fun, да, были группы, которые были просто for fun, это было отдельно. Но те, которые делали профессионально, то там было, да, строго. У нас детки более мягче. Надо так быть аккуратными с ними. Но снова, никакой чемпион не рос без строгого режима. Вот я так понимаю, в работе вы такая боевая, активная, яркая девушка. А вот дома вы какая? То же самое. Так же? Да. У меня нет никаких масок. И я везде со всеми одинаково. Так как я снова люблю частность, люблю, когда люди работают. И работают правильно и с удовольствием. Давайте дополним предложение. Танцы – это в первую очередь? Нобельский спорт. Каждый раз, когда ко мне приходит ребенок, я обращаю в первую очередь на внимание? Характер. Каждый мой ребенок – это? Моя любовь. Я с уверенностью могу сказать, что на сегодняшний день главное мое достижение? Мои чемпионы. Алиса, я благодарю вас за интервью. Я желаю, чтобы как можно скорее у вас было еще больше достижений, больше соревнований, больше сборов. И, конечно же, больше медалей, которые стали бы символом нашей страны. Спасибо. И я вам могу сказать так, что вы про нас еще услышите. И мы с удовольствием на каждый конкурс берем ответственность за нашу команду и за нашу страну. Успехов вам и удачи. Спасибо. Сегодня в гостях у программы «Герой нашего времени» на пятом канале была хореограф, а также основатель танцевальной академии Алиса Сучевяна. Смотрите нас каждую субботу на пятом канале. Алиса Сучевяна.